В Натербовском сельском поселении состоялся очередной сход жителей. В качестве почетного гостя на собрании присутствовала заместитель министра культуры Республики Адыгея Светлана Кушу. Во время мероприятия глава местного самоуправления представила отчет о работе администрации поселения за 2023 год, сосредотачивая внимание на главных достижениях. Хочется отметить, что такие отчеты – это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку наглядно позволяет увидеть не только то, что уже сделано, но и самое главное, что еще нужно сделать для наших жителей. Задача администрации поселения – это исполнение полномочий, предусмотренных 131-м федеральным законом об общих принципах местного самоуправления. Уставом Натербовского сельского поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления глава поселения возглавляет администрацию поселения, организовывает и контролирует ее работу, а также исполняет полномочия представителя исхода граждан поселения. Полномочия осуществляется путем организации поседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения Совета народных депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан главой администрации поселения, служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. Работа по решению вопросов местного назначения осуществляется во взаимодействии с администрацией района, с районными депутатами, депутатами сельского поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения, района, а также всеми жителями. Для информирования населения используется официальный сайт администрации Натрыбовского сельского поселения, где размещаются нормативные документы, графики приема главы и сотрудников администрации, проводится регулярное информирование населения об актуальных изменениях в законодательстве. Также функционируют официальные сайты администрации Натрыбовского сельского поселения, в социальных сетях, вконтакте, телеграмм, в одноклассниках. Кроме того, ежедневно главой и специалистами администрации даются разъяснения и консультации жителям поселения, испытывающим затруднения в таких вопросах, как оформление собственности, предоставление земельных участков, вопросы по оплате различного рода задолженностей, конфликтных и спорных ситуаций между соседями, вопросы содержания домашних животных, семейных конфликтов. По мере возможности мы стараемся решать эти проблемы, так как человек должен получить от нас помощь. Одним из острых проблем нашего поселения за последний год стало вопросы коммунальных служб, электрогазоснабжения и вывоз мусора. Перебои в подаче электричества, порча электроприборов – все это вызывает недовольство наших граждан. Причина этих явлений оказывается в старых изношенных электросетях, где-то растущие деревья. Администрация старается решать эти проблемы в силу своих возможностей. Поэтому хочется обратиться к вам, наши жители. Не ждите, пожалуйста, пока деревья вырастут до непомерных размеров. Проводите санитарную обрезку деревьев, если это возможно. Никто не против насаждений, всех радует зелень, но не надо подвергать лишнему риску себя и свои домовладения, оставляя без света несколько улиц. Работы по спилу деревьев очень затратные. Администрация заключена договор по спилу некоторых сложных деревьев, находящихся в опасности для людей. Стараемся уделять особое внимание пожилым людям, которые в силу их возраста требуются постоянной заботы. Хотелось бы отметить, что в нашем поселении проживают три труженика тыла и одна вдова умершего участника Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяем мероприятиям направлено на противопожарные мероприятия на территории сельского поселения. Для чего был разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Организовывались обходы многодетных неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, которые имеют печное отопление. С ними проводятся профилактические беседы, раздаются памятки и устанавливаются домовые сигнализаторы. Администрация поселения совместно с администрацией школы при участии инспектора ПДН и участкового проводится работа с неблагополучными семьями и трудными подростками. Также оказываем помощь школе в организации мероприятий и акции патриотической направленности. Так мы продолжаем акцию «Дом со звездой», в которой отчислим участников Великой Отечественной войны, выступлениями детей и работников Дома культуры. Напомним, что на домовладение участников Великой Отечественной войны мы прикрепляем катиконичную звезду, чтобы все видели и знали, что здесь жил герой. Уважаемые селяне, будьте бдительны, обращайте внимание на живущих рядом с вами соседей, не разводите костры, не поджигайте сухую траву. Без вашей помощи администрация не сможет справиться с поставленными задачами в сфере пожарной безопасности. Основной отраслью экономики на территории Антребовского сельского поселения является сельское хозяйство. Площадь нашей пашни составляет 6700 гектаров. 2023 год выдался очень сложным по комплексу метеорологических явлений. С ранней весны объем выпавших осадков был значительным. Каждый из нас это ощутил на себе. Также сложным он выдался и для сельхозпроизводителей. Град, шквалистый ветер, аномальные дожди в мае и июне поставили под угрозу не только объема валового сбора, но и качество продукции. Обилие влаги спровоцировало распространение заболеваний зерновых агрокультур. От стихии града пострадали пассивы, пшеницы, рапсы и чменя. Из-за погодных условий не все поля были полностью засеяны. Но все-таки наши аграрии смогли убрать урожай. Значит, урожай в этом году составил такой валовый сбор. А зимая пшеница была бассеяна на 2697 гектарах. Средняя ее урожайность 33 сантиметра с гектара. Зимый ячмень 389, соответственно, 42 сантиметра с гектара. Овес на 135 гектарах урожайность 21 сантиметра с гектара. Яровой ячмень на 20 гектарах с общей урожайностью 13,5 гектар. Азимый рапс 500 гектар урожайность 13 сантиметра с гектара. Кукуруза на зерно 770 гектар урожайность 35 сантиметра с гектара. Соя 240 с урожайностью 20 сантиметра с гектара. И подсолнечник 1594 гектара с урожайностью 13 сантиметра с гектара. Также овощи и ягоды на семи гектарах. Выражаю благодарность главам профессионально-фермерских хозяйств, принимающим активное участие в общественной жизни поселения и решении вопросов местного значения. Надеюсь на взаимопонимание и выручку и в дальнейшем. Я желаю нашим земледельцам высокой урожайности и хороших закупочных цен на производимую продукцию, дальнейшего развития и по возможности стабильности. Хочется немного сказать о налогах сельского поселения. Земельный налог для бюджета поселения является важным доходом и источником. Плательщиками данного налога являются физические и юридические лица. Анализ задолженности показал, что в числе задолженности физические лица, проживающие и зарегистрированные на территории поселения. Специалистами поселения принимаются меры по устранению места жительства данных граждан. Им высылаются капитанции и письма с разъяснениями о необходимости погашения задолженности. Производится активная работа с жителями с целью регистрации ими прав на земельные участки и имущества. Ведется работа с вымороченными земельными долями сельскохозяйственного значения, находящимися в нашем поселении. Активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для их регистрации в Росреевстве, согласно 518 федерального закона. Ежегодно проводится авиаобработка пастбищ и двух кладбищ противохрящевым препаратом. Данное мероприятие помогает существенно снизить численность кровососущих насекомых и паразитов. Затрагивая земельные вопросы, не могу не упомянуть о так называемом агро-стартапе. В этом году два жителя нашего поселения воспользовались этой замечательной программой и получили гранты на развитие своего сельхозбизнеса. Они подали заявки в Министерство сельского хозяйства Республики, выполнили необходимые требования, прошли отбор и получили денежные средства на дальнейшее развитие. В одном случае вопрос касался выращивания картофеля, в другом – выращивания сельхозкультур. Администрация со своей стороны поддерживает начинание молодых фермеров и оказывает всяческую поддержку. Бюджет сельского поселения утвержден решением Совета народных депутатов Натербовского сельского поселения. За 2023 год исполнен часть доходов в размере 11 млн 810 тыс. рублей. Бюджет сельского поселения формируется из следующих доходов. Налог на доходы физических лиц, акцизы дорожный фонд, единый сельхозналог, налог на имущество, земельный налог, ежегодная районная дотация, поступающая в администрацию Натербовского сельского поселения, соввенции, военноучетный стол, иные межбюджетные трансферты, благоустройство прилегающей территории к Дому культуры. Это проект наш в этом году. Резером увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки. Недоимка за октябрь месяц составила 956 тыс. рублей. Из них земельный налог 529 тыс. рублей, налог на имущество 78 тыс. рублей, транспортный налог 349 тыс. рублей. Далее программа до газификации. Всего в поселении 1459 домовладений. Селена-Тербова – 1081. Из них 1029 домовладений газифицировано, что составляет 87%. В Хутор-Казино-Кужорске – 278 домовладений. Из них 122 домовладения газифицированы, что составляет 44%. С 2021 года начался прием заявлений на подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения денежных средств жителей по программе до газификации. В настоящее время жителям села хода на 133 заявления и уже 20 домов подключено к газоснабжению. Жители Хутора-Казино-Кужорского подали 118 заявлений. Подключено из них 8 домов. С учетом этих заявлений наличие домовладений обеспеченных газоснабжением составляет Селена-Тербова – 98%, в Хуторе-Казино-Кужорском – 90%. Те собственники домовладений, чьи заявки были отклонены из-за отсутствия правоостанавливающих документов, могут привести их в порядок и воспользоваться господдержкой для улучшения условий жизни. По поручению президента Российской Федерации эта программа продлина до 2025 года. Для отдельных категорий граждан увеличен размер выплаты по программе до газификации до 100 тысяч рублей. Это на оплату работ газификации внутри границ земельного участка при наличии подтверждающих документов. В настоящее время ведутся технические работы по реализации данной программы. Подать можно заявление в отдел «Газпром Межрегион ГАЗ» в ауле Кашихаба и через филиал МФЦ Селена-Тербова. Благоустройство. В течение года проведена определенная работа, направленная на благоустройство Селена-Тербова и Хутора-Казино-Кужорского в рамках действия различных программ с целью комплексного развития сельских территорий. Заказаны и проведены корректировка и пересчет проекта смертной документации по объекту «Капитальный ремонт», «Дома культуры». Общая сумма пересчета денежных средств составила 144 миллиона 998 тысяч рублей. Сформированы земельные участки и изготовлены проекты организации зон санитарной охраны водозаборов по улице Емпульская, 15 и Южная, 1. В процессе подготовки проекта смертной документации по объекту строительства системы водоснабжения Селена-Тербова. Работы пока заказаны и проведены корректировка и пересчет проекта смертной документации по объекту строительства спортивного зала в Селена-Тербова по улице Красной. На пересчет данная сумма составила 81 миллион рублей. Заказаны и проведены корректировка и пересчет проекта смертной документации по объекту реконструкции подъездной дороги автомобильной дороги регионального значения Дудинского сада Селена-Тербова, Кашхабельского района. Стоимость работ по данному объекту составила 34 миллиона. В текущем году в результате участия в конкурсном ангуре проекта в развитии общественных инфраструктур, основанными на местных инициативах представленной администрацией муниципального образования Дырбовского сельского поселения, проект благоустройства территории парка, пролегающего Дома культуры, призван одним из лучших. Значит, проект основан на принципе софинансирования, где основная часть денежных средств была выделена из бюджета республики, бюджета сельского поселения, внебюджетных источников в том селе, в том числе и безвозмездных поступлений денежных средств. Значит, сельское поселение внесло в свой вклад в данную программу 363 166 рублей, население, безвозмездные поступления физических лиц, внебюджетные источники безвозмездные поступления от юридических лиц, общая сумма 484 000 рублей, субсидии из республиканского бюджета 1 573 000 рублей, итого 2 421 000 рублей. Благодаря активному участию в программе населения, необходимые денежные средства были собраны и освоены в результате проекта по благоустройству территории, пролегающей к Дому культуры. Успешно данный проект реализован, центр села украсился еще одним прекрасным местом для отдыха населения в парковой зоне. Хочу поблагодарить абсолютно всех, кто принял участие в данном проекте. Санитарное состояние – одно из самых, наверное, главных и сложных вопросов нашей работы. Начиная с ранней весны, администрация сельского поселения организовывает субботники, акции «Чистые четверги» при участии работников и учреждения, организации всех форм собственности, общественности, учащихся школы. Ежегодно, когда позволяют погодные условия, начинаются мероприятия по очистке и по белке лесополос. Этот год не стал исключением. Все мероприятия проведены в срок обычного проведения в преддверии Великого праздника Пасхи. Проводим уборку кладбищ, вырубим поросли, сушняк, вносим кучу мусора. В течение всего весенне-летнего периода регулярно проводятся поход с парковой зоны, обхозы дорог регионального значения. Жителями поселения проводятся выкашивания при домовых территориях. Жители наших поселений, населенных пунктов, предприниматели, организации активно включаются в эту работу. Я думаю и уверена, что всем хочется жить в красивом, уютном, чистом и благоустроенном селе или хуторе. Ежегодно, в защите детей, 1 июня работниками администрации выкрашивается детская площадка. Также она ремонтируется. Детская площадка функционирует уже много лет. Благодаря нашим усилиям, иначе она бы уже давно была разрушена. Также хочется поблагодарить коллектива руководителя детского сада, нашего, Серову Светлану Васильевну, и ее коллектив за регулярное поддержание санитарного порядка на детской площадке. Не могу не упомнить о состоянии нашего парка, центральной улицы Красной. За всеми учреждениями и организациями закреплены участки для поддержания чистоты и порядка. Работа в этом направлении проводится регулярно. Покус травы, побелка деревьев, сбор мусора и так далее. Активно помогает администрация, мужская часть коллектива. Регулярно проводится сбор мусора по обочинам дорог и территории мест массового пребывания населения. Сбор и вывоз ТКО отлажен и осуществляется региональными операторами ООО «Экоцентр». Ежедневно в пятницу на Тербово, в среду, в хутор Казино-Кожевский. Благодаря своевременной проводимой работе наше поселение ухожено и красиво. В целях контроля за сопредением правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории при администрации сельского поселения создана административная комиссия. За 10 месяцев текущего года составлено 28 протоколов. Проведено 4 заседания, вынесено 28 предупреждений. В то же время надо признать, что администрация не в полной мере принимает решительные действия в наведении порядка на прилегающих территориях и домовладениях. Убительные просьбы на наших людей действуют слабо. Административные протоколы составляются мало и ограничиваются только предупреждением. Уж очень не хочется выписывать штрафы вам, дорогие наши местные жители. Хочется поблагодарить жителей, руководителей и их коллективы за активное участие на ведении порядка и добросовестную работу. Спорт на селе является залогом здоровья, гарантом общей жизни. Спорт объединяет людей, делает их добрее и жизнерадостнее. Особое внимание уделяем занятиям спорта подрастающему поколению. Каждому родителю приятно видеть своих детей крепкими и здоровыми. На территории поселения функционируют спортивные секции по боксу, футболу, валетболу. На хуторе Казино-Кужорском для детей открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Жители нашего поселения активно и с удовольствием участвуют в культурной жизни села и посещают все мероприятия. В этом году в селе Натрыбово мы проводили турнир по боксу, в котором приняли участие боксеры всего Кашхабальского района. В связи с этим хочу поблагодарить семью Батрыбьевых за помощь организации турнира. В хуторе Казино-Кужорском аналогично провели турнир по настольному теннису и валетболу. Выражаю благодарность администрации школы, хутора Казино-Кужорске и преподавателю физкультуры Скоробогатов Николаю Николаевичу. В наших сельских домах культуры можно провести время с интересом, потанцевать в танцевальном коррективе, попеть эстрадные песни, заняться здоровым образом жизни. Все дома культуры нашего поселения всегда рады принять всех желающих на мероприятия и для участия в кружках творческой деятельности. Работники культуры всегда находят новые формы проведения всех мероприятий. Информация о проведении мероприятий размещается в социальных сетях на страничках СДК «Села Натрыбово» и «Хутор» Казино-Кужорский. В воинский учет администрации нашего поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона о воинской обязанности и воинской службе. Администрация сельского поселения с помощью вас, дорогие мои местные жители, многие из которых находятся в этом зале, оказывают всяческую поддержку военнослужащим, сборки, отправки, гуманитарной помощи нашим зеликам, находящимся в зоне СВЛ. В этом году мы создали волонтерскую команду «Добрые сердца». У нее есть свой логотип, так называемый фирменный знак. Мы ласково зовем девочек плетуньи, так как наши волонтеры освоили плетение маскировочных сетей, очень востребованных у наших бойцов. На данный момент сплетено 27 сетей, которые отправлены нашим ребятам. Я назову основной гостяк нашей команды. Кориченко Елена Михайловна. Человек, который ведет сбор средств, ведет закупку продуктов, много чего эта замечательная семья ведет. Плетением сетей занимаются Лисаченко Татьяна, Козлова Татьяна, Широкова Татьяна, Николенко Наталья Ивановна, Хмелева Ирина, Вдовыченко Наталья, Русанова Евгения, Вдовыченко Шарлина Елена, Бурлак Наталья и многие-многие другие. Активную помощь в этом оказывают организации, которые приходят нам на помощь. Не могу не упомянуть наших мужчин, принимающих активное участие в волонтерской деятельности. Это и Кориченко Александр, и Поляков Геннадий. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих попробовать себя в плетении сетей, в укладке посылок и во многом другом. Хочу отметить семью Винниковых, которые по своим личным желаниям делают окопные свечи для наших бойцов. Светлана Косимова с помощью помощниками делает сухие супы и борщи совместно с казачьим обществом и передает их бойцам в зону СВО. Еще раз хочу всем вам, дорогие жители моего села, всем тем, кому небезразлична эта тема, сказать огромное спасибо за помощь, за финансовую помощь, за помощь в сборе гуманитарки. Вместе мы действительно делаем огромное большое дело. Ну, задачи зачитаю на следующий год. Ремонт Дома культуры – это самая основная наша проблема и наше огромное желание. Вступление в федеральную программу по благоустройству парковой зоны, села Натылбова, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, футбольного поля, факот, проведение капитального ремонта здания администрации, тоже требуется нам ремонт. Вступление в программу по реконструкции автодороги вокруг парковой зоны. В заключении хочу выразить слова благодарности всему активу сельского поселения, руководителям, организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям, главам КФХ, просто неравнодушным людям за помощь и поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни сельского поселения. Работа администрации и всех, кто работает в поселении, будет направлена на решение одной задачи – сделать наше поселение лучше, а жизнь наших людей комфортнее. С отчетным докладом выступил участковый полномоченный полиции Мурат Пшунетлев, представив статистические данные и рассказав о проведенных профилактических мероприятиях для поддержания правопорядка. За отчетный период на территории административного участка 71, то есть на Тверболского сельского поселения, совершено 7 преступлений по состоянию на сегодняшний день, по которым были установлены лица, совершившие преступления. По линии непосредственно моей работы участковых выявлено 52 административных правонарушения. Кроме того, сотрудники ППС, которые несут дежурство у нас непосредственно здесь, в село на Тверболе, а также в казино-пужорке, выявили также более 50 административных правонарушений. За отчетный период мной было рассмотрено 240 материалов, зарегистрировано в КУСП ММВД России Кашихабольский. С января месяца было только одно обращение граждан, по которым принято решение в соответствии с действующим законодательством. С учетом складывающейся оперативной обстановки и ее стабилизации, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подучетным контингентом, которых на обслуженном участке у нас ранее судимых, опять же, повторяюсь, 10, условно осужденных трое, двое несовершеннолетних состоят у нас на учете, проводятся у нас различные операции, по которым мы отрабатываем списки всех лиц, состоящих у нас на учете. Что касается детей, опять же, с января месяца, как я вступил в должность у вас, я наблюдаю, что периодически дети ездят на квадроциклах, мопедах, мотоциклах. Для того, чтобы не возникали вопросы, проводилась недавно, буквально на прошлой неделе, профилактическая беседа. В ходе этой беседы было пояснено, что несовершеннолетние, младше 14 лет, которые управляют транспортным средством, а это и ваши мопеды, и квадроциклы, нету детских мопедов и квадроциклов, есть малые. Свыше 50 кубов необходимо водическое удостоверение М1. Старше 16 лет А категория. Что касается спортивной техники, некоторые граждане говорят, что это спортивная техника, мотоцикл. Вся спортивная техника только в специально подготовленных для этого условиях эксплуатируется. Все, что касается проезжих дорог, общественного пользования, а это и проселочные наши дороги, и асфальтированные дороги, там запрещена эксплуатация этих транспортных средств. Более того, если даже имеются водительские удостоверения, что категории М1, что А, необходимо, чтобы была экипировка. Задумайтесь, пожалуйста, о ваших детях. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживанном административном участке проводились следующие мероприятия. Операция «Быт. Алкоголь», в ходе которой проводились профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушения в социально-бытовой сфере. Проверялись лица, состоящие на профилактическом учете, лица ранее судимые, осужденные к наказанию, не связанные с лишением свободы, с которым постоянно ведется профилактические работы. Также хочу остановиться по этой операции. По данной операции, мы ее не единожды проводили, в течение года по двум населенным пунктам были привлечены двое граждан. Также на встрече выступила заведующая сельским домом культуры Зинаида Леникова, которая рассказала о масштабной деятельности и достижениях коллектива культуры. Я хочу сейчас оцентировать свое внимание, ваше внимание на том, что небольшой коллектив, который работает именно непосредственно в ДК, из шести человек, творческих специалистов, они действительно являются специалистами. Это подтверждается все пониманием руководства, которое здесь сейчас находится. Это и местная администрация, районное, Министерство культуры. Это грамоты, дипломы, благодарственные письма. Это говорит о том, что коллектив старается, работает, чтобы ни в коем случае ни наше село не подвести, ни район. И еще хотелось бы сказать, что здесь же работает, и вместе мы работаем. Почему вот в профессии счастье такое, когда человек работает именно для людей, и люди его понимают. Здесь работает библиотека, музыкальная школа, совместная работа идет, все концерты, все мероприятия, можно сказать, мы проводим вместе. И очень хорошо, что именно в ДК все эти организации рядом. Это очень плодотворная работа тогда идет. Я хочу сейчас поблагодарить и руководителей детской школы искусств, нашей школы сельской, в лице всех преподавателей, которые понимают, что надо заниматься детям, что их надо отпускать на какие-то концерты, конкурсы. А их у нас очень много. И я хочу сказать, что в одной церковой студии занимается более 50 детей. Вот один специалист ведет около 50 детей. И это видно по нашим концертам, выступлениям. Зинаида Леникова также подняла вопрос о проблеме отсутствия ремонта в сельском доме культуры. Отвечая на данный вопрос, заместитель министра культуры Светлана Кушу сообщила, что уже идут работы в данном направлении. Однако из-за большой площади здания и ограниченного бюджета рассматривается возможность проведения капитального ремонта поэтапно. Хочу свое выступление начать с благодарности. С благодарности, что вы настроены равнодушно, что выносите на общее обсуждение проблемы ремонта дома культуры. А дом культуры у вас, как выше было сказано, не простой. Он построен в 1969 году по типовому проекту таких домов культуры в республике несколько, например, в Красногвардейском, в Тючерском районе. Но ваш конкретно дом культуры, он больше всех. Он почти 3000 квадратных метров. Вообще в республике большее количество, почти половина всех домов культуры уже отремонтировано. Мы этим очень гордимся. Это происходит за счет того, что мы включаем в свои дома культуры и ремонт домов культуры в разные программы. У Министерства культуры Российской Федерации есть государственная программа развития культуры, которая предусматривает ремонт региональных домов культуры. Так как, опять возвращаясь к выступлению Натальи Владимировны, ремонт Натырбовского дома культуры обходится в 140, почти 5 миллионов рублей. Вы представляете, какую сумму регион должен оплатить. Только по этой причине, я, наверное, не открою большого секрета, этот дом культуры не попадает в эту программу. Спасибо Зинаиде Валентине, она как раз в курсе. Мы абсолютно присоединяемся ко всеми уставам. Здесь работа самого дома культуры ни при чем. То есть, что они плохо работают, поэтому не ремонтируют. Нет, коллектив здесь замечательный. Уникальная церковая студия. Натырбовских вошкарей, наверное, знают во всей России. Траматический театр Муза неоднократно становился лауреатом наших корпусов. Они очень активны. И правда, она говорит, что здесь проходит и занимается очень много людей. Очень хорошо, что здесь расположена и детская школа, и студия, и библиотека. Но проблема от этого не продвигается. Решать нужно каким-то другим образом. Проблема, связанная с электрообеспечением, обсуждались с жителями поселения, начальником электросети Алием Дебаговым. Он рассказал о деятельности, направленной на улучшение качества электроснабжения. Завершающим этапом схода стало обращение главы района, который рассказал о достижениях в текущем году и вынес на обсуждение вопросы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Были также обсуждены проблемы с водоснабжением, состоянием лесополос, пропагандой здорового образа жизни и другие актуальные вопросы. Глава подчеркнул продуктивность схода и призвал не откладывать решения насущных проблем до следующих встреч, а оперативно сообщать о них, учитывая наличие различных возможностей для прямого диалога между жителями и властью.